На месте смертельного ЧП до сих пор можно найти следы крови. Именно здесь, на 42-летнюю женщину с крыши дома номер 109 на улице Вольская, в воскресенье днём упала голыба льда. От полученных повреждений прохожая умерла на месте. Голыба как раз вот кусок упала прям на голову, и у нас глаза ещё открыто остались. Скоро сначала приехала, консультировала смерть, а потом уже милиция приехала. Официально погибшая нигде не работает, несовершеннолетних детей нет. Известно, что женщина шла из дома от улицы Краснодонской в гости к своей знакомой. По данному факту, следственным отделом по промышленному району города Самара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109. Это причинение смерти по неосторожности следствия, не надлежащего исполнению лицом своих профессиональных обязанностей. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. В ходе следствия также будет проверяться, на ком лежала обязанность по очищению снега с крыши. И в результате уже будет дана юридическая оценка действий этих лиц. Счищать наличь с крыши коммунальщики начали только после трагедии. По некоторым данным, злополучный дом на улице Вольска обслуживает компанией ПЖРТ номер 11. Впрочем, как говорят следователи, окончательно юридическое лицо работники которого могут понести ответственность пока не установлено. С крыши снег не скидывают, никому это ничего не дано. Вызываешь, а они приезжают там, черт знает когда. Когда съемочная группа ТЭРы пришла в офис управляющей компании, на месте никого из руководства не оказалось. К сожалению, случай с травмированием и даже гибелью людей из-за падения сосулек, наледей и снежных масс с крыши домов происходит в Самаре ежегодно. В январе 2015-го снег обрушился на коляску с четырехмесячным ребенком. К счастью, он выжил. Иногда за выходные несколько человек становили жертвами схода снега с крыш. Так, в феврале 2008 года за два дня погибли два человека и пятеро пострадали. Между тем, по факту гибели женщины на Вольске возбуждено уголовное дело.